Девушки отдыхают Ну, а вдруг обойдется? Я понимаю, но это вряд ли, вряд ли Если Романовский начал сомневаться, все, пиши пропало Скорее всего, он ее на курс не возьмет Ну, он же обещал, Па Что обещал? Ты пойми Наташа, Романовский это, это марка, фирма, престиж Он не может делать ставку на слабых музыкантов Я прошу тебя, поговори с ней Ну, каким образом? Ну, не знаю, ну, намекни как-нибудь Мол, Романовский сомневается, так, мол, и так Ну, не знаю, посоветуйся с девчонками Нет, это убьет Ну, ты что, хочешь, чтобы он ей сам это сказал при поступлении? Лучше нормальный вариант? Блин А, это, Таша, я и сам же и спереживался Конетели-то затеял Ладно, что-нибудь придумаем, не переживай Ну, это хорошо, только сама тоже не переживай У тебя все получится Ну, попробуем узнать, где Где я хотела учиться, неудачно Там, может, и Романовский передумает Конечно Раз в году и палка стреляет Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу были мы не бедом, а куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Дед, ну мы договорились Договорились Так, держи себя в руках В школе больше не появляешься и коньяк не пьешь Все, все, в школу вашу больше ни ногой Да, ты мне уже десять раз сказал, что все Все, теперь все, путь заказан Ты уверен? Я взял себя в руки, даю тебе слово И коньяк Что коньяк? Коньяк не пить Ах, да, конечно, коньяк не пить Смотри у меня То врачам нажалуюсь Вот, врачам ни в коем случае Потому что пристанут опять с рыбалкой Да Может мы поторопились заявление ЗАГС подавать? Нет, ты не захочешь, чтобы мы ее удочерили Ну и что? Зато я рад, что мы с тобой распишемся Правда? Люсь, по-моему, ты в своих волнениях вообще ни о чем другом не думаешь О чем другом? Ну, например, о том, что я тебя люблю Вить Ну, у нас Я хочу, чтобы мы всегда были вместе И никогда не расставались Пойдем Ты представляешь, я же вчера проследила за Стасом Проследила за Стасом? Фу Сама ты фу Ты знаешь, к кому он пошел? Ну, давай, удиви меня К Надьке К Надьке? К этой официантке из кафе? Да И знаешь, что они мне заявили? Что они встречаются Подожди, ты думаешь, что Новикова передала своей сестре парню по эстафете? Перестань, Оля, они специально тебе сказали, чтобы тебя разозлить Да они при мне целовались Да ладно Вот Стас козел Еще он все время меня динамил А ты знаешь, я думаю, ты сама виноват Я? Интересно, в чем? А что тут удивляться? Отношения у вас были несерьезные Что значит несерьезные? Ты на что намекаешь? На то и намекаю Что, видимо, Надька оказалась умнее Предложила Стасу то, что ему было нужно Так что это не Стас козел Ты просто дура То есть у меня проблемы с парнями, потому что я с ними не сплю А у тебя проблем нет, потому что ты соглашаешься на эти отношения Оля, аккуратнее на поворот Если ты не заметила, у нас с Гуцулом любовь Хотя что ты можешь в этом понимать? Знаешь, я бы заметила, что ты прекрасно разбираешься в этом Внишь себя королеву, я сама дешевка А ты просто дура Ребята, я вчера был в министерстве Там обсуждался очень важный вопрос В этом году вы заканчиваете школу Вот это новость Комаров, поспокой, поспокой Я думаю, что вам надо поскорее определиться, кем быть Мальчиком или девочкой? А ты с этим вопросом еще не определился Вот, я попросил бы вас поговорить с родителями Пусть они, кто может, придут в школу С целью? Ну, цель какая? Рассказать о своей профессии, поделиться опытом Я думаю, что это вам очень поможет с выбором, а? Угу, особенно Стасяну А начнем мы прямо сегодня Я тут позвонил дедушке, Лене Кулеминой И попросил его прийти к нам Все вы знаете, что Петр Никанорчич известный писатель Кстати, такой скромный, такой стеснительный Я его еле уговорил, правда? Приплыли Пройдется опять по врачам бегать Почему? Дед с Гучей не встретится Нервный срыв обеспечит Может, обойдется? Да нет Кстати, я сам с удовольствием приду его послушать Николай Павлович, а у вас что, тоже проблема с выбором профессии? Буцулов, я когда на тебя смотрю Мне очень хочется поменять профессию Стать писателем, кстати, никогда не поздно Правда, надо стать хорошим писателем А потом, вообще, это большая удача Пообщаться с таким интересным человеком, как Петр Никанорчич Что это вы, Елена Петровна, нос-то воротите? А в чем дело? Ну, как в чем? Вчера убежали, в ресторан не пошли Ходите нынче, как неродная А неужели непонятно, Петр Степанович? А вы у нас бабник ветреный Кто? Кто, кто? Вы На Гущину запали Чего? Кого? На повариху нашу новую Как ты запал? Ничего я не запал У нее хахаль есть Так вы знали? Конечно, знал Он приходил сюда недавно Кто? Гаишник? Что гаишник-то? Гражданский такой, знаете, солидный мужчина В годах В годах? Он идет Добрый день Здравствуйте Здравствуйте И смех и грех Гущина и дедушка фантасты Что вы говорите? Петр Степанович Да вы что? Это же дедушка нашей Лены Кулеминой Петр Никанорич Кулемин Петр Никанорич Кулемин Петр Никанорич Кулемин Петр Никанорич Кулемин В принципе, они же тебя снимать будут не в полный рост, да? И так тоже неплохо А ты чего не приоделась? Игорек, ты чего? Ты знаешь, из чьей коллекции это платье? Не знаю Ты правда такой глупый? Или только пытаешься им казаться? Ты понимаешь, что у меня вообще все вещи брендовые? Я никогда не выгляжу просто так Всегда как с обложки Ну да, есть такое Так что учись, мальчик Дед Лен, честное слово, я не хотел приходить Это все ваш директор Он так уговаривал, так уговаривал Я не мог отказаться Я в курсе Ты не мог отмазаться? Что? Отказаться! Причину серьезную придумать? Конечно не мог Это мой гражданский долг Дед, что мне с тобой делать, а? Тебя просили дома сидеть, ты слово дал Что ты себе позволяешь? Я старше тебя и мудрее тебя Ты разговариваешь со мной, как с мальчишкой Да потому что ты ведешь себя, как мальчишка Ты меня позоришь Меня пригласили, как солидного человека Дед Это я тебе дома, дед? А здесь я тебе, писатель-фантаст И требую к себе уважения Так, короче, писатель-фантаст После лекции сразу домой Писатель-фантаст Синут своими борщами колдуете? Нет, сегодня рассольник Желаете? Нет, уж спасибо Я даже пробовать не стану У меня и жога на вашу стряпню Кстати, там к вам ваш хахаль пришел Чит вы его не встречаете? Какой такой хахаль? Ну, известно какой Дедушка Лена Кулеминой Фантастический любовник Опять приперся Старый пень А че ты вы так неласково Приперся? Я ему говорила здесь не появляться Сейчас я ему устрою Стас Ну и как поживает обслуга? Да уж получше некоторых Стас, тебе самому-то не смешно? В смысле? Ну, дружить с такой дешевкой Неужели приличных девушек вокруг не осталось? И что же ты в Наде нашла неприличного? Ну, как будто сам не знаешь Она же официантка Ты бы еще с техничкой замутил А что, в кафе работать Это теперь у нас так позорно, да? Ты сама ешь целыми днями То, что ее мама готовит И ничего Вроде не давишься Чего? Того Ее мама в нашей столовой работает О, у нее теперь еще мать повариха Ну ты, Стас, вообще Я не пойму, а что ты имеешь против? Вот у меня мама работает Технологом общественного питания И что я теперь? Тоже из касты неприкасаемых, да? У тебя? Че, так противно, да? Ну, а что ты тут круги-то наворачиваешь? Шла бы ты мимо, а? Не поняла, что? Катись, говорю, отсюда так понятней Что же вы за человек такой? Я вам сколько раз говорила Чтобы духу вашего здесь не было Что вы кричите? Я вовсе не к вам пришел Да что вы говорите? Не ко мне! Перестаньте меня компроментировать уже! Ничего подобного Я пришел на лех Ну что вам не имется, а? Пожилой человек Не надоело вам, а? Нигде от вас житья нет Постыдились вы уже? Я сейчас вам все объясню Не надо мне ваших объяснений Хватит уже, наобъяснялись Вот, директор идет Я сейчас его пожалуюсь Николай Павлович Прошу вас, посмотрите На этого типа Любовь Кирилловна, что вы кричите? Уроки идут Это школа Что за истерика? Николай Павлович Вы посмотрите на его Он меня преследует, представляете? Кто вас преследует? Ну вот этот тип прохода мне не дает Да вы что? Да Что? Житья не дает Петр Николаевич, да вы с ума сошли? Да, совершенно сбрендил Представляете, чего только не выгодный быть Чтобы на меня посмотреть Вот, какую-то лекцию приплел Это известный писатель Известный писатель Как вы с ним разговариваете? Опомнитесь? Да как заслуживает? Так и разговариваю Ворвался в школу И еще врет, что не ко мне Не к вам Не к вам Это я его пригласил Здравствуйте, Петр Николаевич Я же говорил, что я лекцию пришел читать Что, не ко мне? Да, не к вам Ой, Николай Павлович Такая ошибочка вышла Извините Идите, идите, идите Не позорьте меня перед людьми Николай Павлович Идите Иду, идем Господи, какой стиль Ладно, Бога, простите Что это, Николай Павлович? Вы знаете, у нас Людмила Кирилловна Она женщина впечатлительная Ей могло показаться Ну что, пойдемте У меня как раз сейчас урок начинается Вот я, право, не знаю А детям это будет интересно? Да что? Конечно будет Конечно будет интересно Вы знаете, я и сам-то хочу послушать Я буду присутствовать Если вы Берещ, ты знаешь Меня все-таки смущает один момент Какой? Помнишь, когда мы в кафе обедали? Нам тогда чек не принесли Миша, ну ты и вспомнил Наша официантка просто забегалась И все Не знаю, не знаю Мне и тогда уже показалось Что-то у них там нечисто Ну нельзя же так сразу О людях плохо думать Помнишь, что мы к ним с миссией, а? С какой миссией? С какой, с какой Мы пообещали Ане, что поговорим с Жениными родителями А, да-да, нужно помочь человеку, да Слушай, у меня идея Давай пригласим всех родителей наших ранеток Ну ты у меня стратег Ну да, тем более Девчонки учиться будут вместе А родителям Дружить домами не помешает Вот все вместе И постараемся уболтать Жениных родителей Правильно? Ммм Коварный стратег У нас замечательный будет юбилей Вот и видишь Дорогие ребята Сегодня у нас в местной физике Будет урок Профориентации Чтобы вам помочь определиться С будущей профессией Между прочим, это очень важный вопрос Так, а где Зеленова? А ей профориентация не нужна Она уже определилась с профессией Да, Полина у нас теперь в продюсеры подалась Будет раскручивать юные дарования Вот как? Молодец! Молодец! Представляете, за такой короткий срок Уже такой карьерный рост Но, между прочим, это не повод Для того, чтобы пропускать занятия Ну, хорошо Вернемся к нашей теме У кого есть вопросы по существу? А какие вообще профессии нужны? Степан, ну что за вопрос? Все профессии нужны, все А всех родителей будут приглашать? Ну, конечно, всех Конечно, всех Если кто-то захочет рассказать о своей профессии Пусть придут, расскажут Это вам очень поможет Пятник Николаевич Прошу вас А сегодня у нас в гостях Известный на всю страну писатель Петр Николаевич Кулемин Давайте его поприветствуем Если кто-то не знает Петр Николаевич Дедушка Наши ученицы Лены Кулеминой Петр Николаевич, прошу Вам слова Ну, в общем, по своей первой профессии Я геолог Геолог, как интересно Ребята, а кто знает Чем занимаются геологи? Да это все знают Лазит по горам И камешки разные собирают Ну, в целом, вы правы, молодой человек Так вот, я Конкретно геолог-глициолог Для чего? Тихо, тихо, тихо Семенов, Семенов Ну, не надо демонстрировать всем свое Плоское остроумие Конкретно я занимался Проблемами абляции А что, есть такое слово? Да, это одно из подразделений глициологии Ну, проще говоря Абляция — это уменьшение массы ледников Сами понимаете В наш век глобального потепления Весьма актуальная проблема Так Сегодня будем отрабатывать бросок со средней дистанции Лена вам покажет, как надо делать А что сразу я? Может, я не хочу Лена, перестань Ты же лучше всех играешь И что? Я вообще со спортом завязала Музыкально поступаю Поступай, куда хочешь А если педагог сказал, надо делать Мы что, в казарме? Я не обязана вам подчиняться Улёмина Ты с кем разговариваешь? Прояви уважение к педагогу Не вижу причин Ну-ка, пошла вон из зала Сегодня будем отрабатывать отжимания Обросок в кольцо Я тебе сейчас самого заброшу в кольцо Я сказал, отжимания Всем отжиматься! Что встали? Упор лёжа принять? Бегом! И, в общем, вся наша работа Это тайга Свежий воздух Песня у костра И, когда этим занимаешься То понимаешь, что планета наша Она живая Живая Да? А если всё так круто Что же вы тогда фантастику пишете, а? Ну, поначалу я честно работал геологом И в свободное время Сочинял романы А потом пришлось полностью Отказаться от первой профессии А я пойду на завод работать Всё равно все, кто сейчас В вузы поступают Потом по специальности Не работают Так что всё это ваше образование Никому не нужно Нет, Семёнов, ты тут не прав Не прав Я не хочу сейчас с тобой спорить Но, знаешь, вот мы для этого Проводим уроки профориентации Чтобы вы могли как можно быстрее Определиться с профессией На всю жизнь Да-да, на всю жизнь Лен, ну чё ты? Да ничего Что он тебе такого сказал? Достал он меня уже Постоянно докапывать Поссорились, да? А чё это ты таким тоном говоришь? Каким тоном? Такое ощущение, что мы со Степновым Жених и невеста Нечего нам ссориться Между нами вообще ничего нет Ну, нет так нет Я просто сказала Ну вот и всё Про Степнова больше ни слова Не могу больше о нём слышать Отлично Я очень рада, что вы решили отмечать у нас Обслужим по высшему разряду Держите Ирочка Посмотри Это специальное банкетное меню Если что, можем нести изменения Вы же у нас Веб-клиенты Слушай Самое главное, чуть не забыла Мы бы очень хотели, чтобы На нашей годовщине Играли ранетки Ты знаешь, я сейчас Не очень поощряю Это Женина увлечение А почему Ну, потому что надо готовиться к экзамену Она же у нас в геродический будет выступать А ты знаешь, какие там требования Ну, сделайте для нас исключение Пусть это будет наша Большая семейная просьба Ну, ранетки ведь для нас как родные Лиз Кстати, как и их родители тоже Пожалуйста Пусть они сыграют на нашем Юбилее Ну, сделайте нам подарок Ну, хорошо Раз вам это так нужно Раз вы так этого хотите Пожалуйста Пусть играет Ну В последний раз Молодые люди Вы к кому? О, это, наверное, ко мне Надо же, не успел из дома выйти Они уже тут, как тут Лизнесущие журналисты Ну, что ж Я готов Здравствуйте Здравствуйте Так это вы? Да, это я Странно А мы вас несколько моложе представляли Ну, я молод Душой Ну, голосом, а не душой А при чем тут голос? Ну, мы ведь только вашу песню слышали Простите, не пойму Какую песню? Песня весна Ваша песня Нам Гуцулов нужен А Так вы Гуцуловы ищите Игорь на уроке Он сейчас подойдет Вы подождите его Перси Павлович Пройдемте То-то я смотрю Что это, наверное, не мои журналисты Мои все-таки более солидные люди Ну, что ж Я в таком случае пойду Всего доброго Спасибо вам большое Спасибо, что нашли время Ну, что вы, что вы Я сам пришел с удовольствием Школа все-таки От начала жизни У вас такая бурная она Всего доброго еще раз Всего доброго До свидания До свидания Витя Мне надо с Нютой поговорить Я не знаю, что сказать Я просто вся трясусь Как ты мне такая нравишься Ну, не до шуток сейчас А я не шучу Давай я сделаю это сам Нет, не волнуйся Как сам? Ну, я поговорю с Нютой А ты будешь стоять рядом Что? Просто стоять? Ну, если я скажу Что-нибудь не так Ты скажешь свое веское слово Пойдем Пойдем Стены казенные Скукота А может быть во двор выйдем? А во дворе что? Красота? Фанов нет Кадров нет Вы знаете, вообще У меня большой опыт съемок И у меня к вам Очень хорошее предложение Ну? А давайте снимем Такую красивую историю Дело в том, что он работает барменом Барменом? А где? В кафе Ну, кафе это уже интереснее Так вот Мы приходим туда И вы в кафе берете у меня интервью У тебя? О, конечно И я рассказываю вам Как мой парень посвятил мне песню А песня тоже про тебя? Вы сомневались? Отлично, едем в кафе Поехали Пойдем Берите пирожки Только что испекла Еще горячие Спасибо Вы знаете Я у вас каждый день обедаю А как вас зовут Так и не знаю Меня Оля А вас? Любовь Кирилловна Вы мне сразу же понравились Так вот Я хочу вас предупредить Что ваша дочь Связалась с очень опасным человеком Что-что? С каким человеком? Я знаю с кем она дружит Он очень легкомысленный Да еще бабник Ни одной юбки не пропустит Да что ты Вам отросит вашу дочку и бросит А еще он специально врет Про родителей богатых А на самом деле У него мать Технолог общественного питания А отец А отец? А отец Отец их вообще бросил И вот он специально врет Про своих родителей Чтобы девчонки повелись А потом их бросает Но? Что ну? Ну и зачем ты мне все это говоришь? Потому что он меня тоже бросил Знаешь что, девочка Если он тебя бросил И ушел к моей доченьке А тебя зависть душит Как ты сама дура Что? А то, что слышала А дочь моя дружит С кем надо? И давай, девочка Иди отсюда Быстренько, быстренько По добру, по здорову Ты сегодня вечером что делаешь? Да вот хочу Софью куда-нибудь пригласить Давай лучше в шахматы сыграем Да Какие шахматы? Вить Мы с Софьей Сто лет не гуляли Я тебя как человека прошу Давай лучше в шахматы Ну, может завтра? Нет, давай сегодня Я тебя очень прошу Что? Так уж прямо плохо Ну, хорошо Приходи вечером Степан Я хотела сказать Что занятий сегодня не будет Ну, мы тогда пойдем? Нюта Ты, пожалуйста, останься Нам надо с тобой поговорить До свидания До свидания Пока Нюта, тут Вот Вот какое дело Мы знаем, что у тебя нет родителей А ты никогда не думала о том Чтобы жить в семье? Ну, конечно, думала Мечтала, но Я уже взрослая Ну, а что это меняет? Ну, надеяться смысла нет Нет, ну, надежду Никогда не надо терять Вот мы с Люсей С Людмилой Федоровной Мы хотим тебя удочерить Людмила Федоровна Это вы серьезно? Да 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 Девчонки У меня плохая новость Ну, денек Что у тебя? Романовский Нют не хочет брать В смысле? В училище? Себе на курс? Он офигел? Говорит, что Нюта Плохо играет Не тянет Подожди, но он же нас всех приглашал Теперь и Леру хочет Сказал, что она играет лучше Он записелил Лера в Англии Он же знает Знает Но Нюту надо заменить А в идеале Лерой Гениально Да я сама в шоке Ну, а что мы Нюте скажем? Так, стоп Нюте ничего говорить нельзя Да стопудов Фигня какая-то получается С этим поступлением Женьку не пускают Нюту не хотят А я придумала Я ЕГЭ напишу на тройке Меня никуда не возьмут больше В смысле? Жень, ты что? А что, буду с вами поступать? Вы только не говорите им Жень Ну ты жжешь Такие подвиги ради группы Понимаете, я всю жизнь об этом мечтала Мама, папа Ну скажи, что ты об этом думаешь? Скажи Это так неожиданно Мы понимаем Мы не собираемся тебя торопить Не будем давить на тебя Нам просто важно Знать, что ты об этом думаешь Искренне Это так неожиданно Это так неожиданно Да, Нюта, ты можешь Прямо сейчас И не давать ответ Ты подумай Хорошо? Хорошо Можно я пойду? Да, конечно Конечно Я только хотел сказать, что Вы такие хорошие Спасибо вам Девчонки Я знаю, что делать Что? Нужно брать пример Женьки ЕГЭ завалить? Да нет, я о другом Смотрите, на что Женька готова потирать и группы А нам слабо Мы должны Нютку отстоять Как? Да просто Нужно подтянуть ее до уровня Лерки Ну, репетировать днем и ночью Играть, играть и играть Слушайте, а у меня тоже новости есть В общем, моих родителей есть потрясающая идея Ну, что? В общем, мама хочет отмечать у вас кафе Она сначала просто скажет, что должны выступать именно Ранетки Ну, а потом переведет разговор в нужное русло Ты даже не представляешь, какое у моей мамы дар убеждения Анька, ну это же здорово, молодец Да это не я молодец Это родители мои Годовщина — это святое дело Думаю, они согласятся, Жень Да куда они денутся? Девчонки, ну а дальше что? На каждую репетицию праздников не наберешься Ни кисни подруга Потом и придумаем Нют, стой Что тебя вызывали? Что-то случилось? Ничего Нет Не ври Тебе влетело? За что? Да нет, нет, все в порядке А что говорили? Я не могу сейчас об этом говорить Почему? Это личное Не про учебу? Нет, не про учебу Может тебя проводить А тут ты прям Сама не своя Растерянная вся какая-то Нет, не надо Мне лучше побыть одной Точно? Да Пока Пока Скажите, а как вы посвятили песню девушке? Наверное, для вас обоих это был особенный момент Да Вы знаете Игорь привел меня сюда в кафе Ночь Одинокая свеча Все было очень таинственно Оригинально Да И вы знаете Именно тогда я первый раз услышала эту прекрасную песню Хотелось бы все это увидеть Может быть, инсценируем? Вы знаете, я не думаю Будет сложно Да, вы знаете, наверное, не получится Просто тогда все было так естественно Я не волчусь, скажу что-нибудь Да, да, конечно Слушай, ну может быть, тебе присесть надо Ты вся бледная, ужас Как ты думаешь, она согласится? Конечно Почему ты так уверен? Потому что она согласилась Но она ничего не сказала Но она просто в это не может поверить Может, мы были недостаточно убедительны? Господи, Господи, я же ничего ей не скажу Люсину все, что надо Она увидела в твоих глазах Ну тогда почему она ничего не ответила? Ну, для нее это шок Ну, все это она должна уложить в своей голове И успокоиться в конце концов Господи Я так хочу, чтобы она стала нашей дочкой Я так хочу, чтобы она не отказала Все будет хорошо Я не знаю, как я сегодня засну На свое решение не скажу Сейчас мы пойдем домой Выпишем балерианки Я тоже начинаю волноваться Что-то она уже не упускает Все будет на мобильне Спасибо Да оставьте эти шахматы Ты же не играть сюда пришел Да не играть Мне нужен твой совет Ну давай, рассказывай Что случилось? Опять Ленка? Да Я совсем перестал ее понимать Такое ощущение, что мы на разных языках говорим И в чем это выражается? Не знаю Она совсем маленькая Пытается изображать себя взрослую Для меня она навсегда останется ребенком Ну, а как ваши чувства? Чувства чувствами Логика у нас разная Ну что, это же нормально У тебя мужская, у нее женская Да нет У меня взрослая, у нее детская Я по-иному смотрю на мир Ну, послушай Все мы разные В чем проблема, я не понимаю Вот И она никогда меня не поймет Разница в возрасте никуда не денется Ничего у нас с ней не получится Так и будем все время ссориться Кому это надо? Послушай, а от меня чего ты хочешь? Ты все понял, все решил Действуй Легко сказать Есть Благодарю вас за помощь Вы буквально спасли интервью Надеюсь, еще встретимся Обязательно Было очень приятно с вами работать Я что-то не въехал А интервью про меня было или нет? Ну, я в кадр-то, по-моему, ни разу не попал Гуцульчик, ну ты чего? Я же только про тебя и говорила А то, что они снимали меня больше, чем тебя Ну, ну, это естественно Просто я более фотогеничная Да и вообще, мы теперь с тобой, понимаешь, единые целые И вместе идем, ну, можно сказать, в такой новой, успешной жизни Понятно Кстати, знаешь, я так безумно соскучилась по экрану Я надеюсь, ты на меня не обижаешься? Да нет, ты чего На что обижаться-то? Мы же единые целые Да, точно Пётр Степанович, ключи А этот тоже вам О! Вы что? Его опять подкармливать собираетесь? Могу и не подкармливать Стоп! Вы куда это с пирожками? Они же школьные Ну, если Петечка их есть не будет, я сама их съем Дома с удовольствием Очень интересно Сама дома Пирожки, между прочим, сделаны на школьные деньги А она их есть собралась Не переживайте, заплачу А я вот завтра приду и ваши пирожки пересчитаю Это сколько же у вас остается, что вы их домой пачками таскаете? Пересчитайте Пересчитай До свидания Пётр Степанович Послушай, Вить, ты главное не зацикливайся На Ленке свет клином не сошелся Раз у вас все так перепуталось, ты отпусти ее Это как? Как я, Каримову Просто возьми и отпусти Встретишь другую? Ты не встречу я Послушай, кому ты это говоришь? Посмотри на меня и Соню А ведь правда И у вас все хорошо Еще как А что, действительно Давно уже ведь не школьник Пора и семью заводить Вот именно И че я парюсь? Надо сжигать мосты Взрослеть, в конце концов Найти себе нормальную девушку Подходящую по возрасту Вот, молодец Иди вот только ее найти Ну, это уже конструктив Давай подумаем Ну вот видишь У парня был романтический вечер Да, это так Трогательно Освятил своей девушке песню Ага А мы тогда накинулись на него С обвинениями Ты знаешь, мне сейчас как-то даже Как-то даже неловко Да, наверное, испортили ему впечатление Он так сарался, свечи зажег Так у мальчика вообще Угу, хороший Очень бы не хотелось узнать Что ворует именно этот Хороший мальчик Типунтийный язык Точно не он Не он Он романтик Угу Мне это завхозиха Начинает палки в колеса вставлять А че такое? Думает, я за ейным хахалем Ухлестываю А нафига он тебе нужен этот нищий? Вот и я о том же А завхозиха Человек ценный С ней мириться надо А то и вдруг И вправду начнет меня проверять А че такая дотушная? Не то слово А давай завтра перед ней Спектакль разыграем, а? Да легко Пусть она поймет, что Мне ее охранник Как собаке стоп-сигнал Да у меня каждый день премьеры По нескаку раз Это как? Ну как, ну У вас и документы С ваш штрафа тысяча рублей Руки на капот Что вы хотите? Без квитанции? Договоримся Вот так Ну же, Станиславский отдыхай Ой, Пашенька За тебя За искусство Слушай, а чего думать? Вон, Светочка меня как любит Ей со мной хорошо будет А я А я привыкну Подожди Ты нашу Светочку имеешь в виду? Ну Работаем в одной школе На работу вместе Домой он вместе Романтика Да уж Ну что, и он На работе Красота Захочет Передвинуть полочки Никакого-нибудь там Физрука позовет А мужа Опять же Утренние пробежки Зарядка Простую Человеческое счастье Послушай, Вить Ну это же бред Ну погоди Погоди бред Само же в руки идет Чего я бегу? Бегу Так, все Все у нас будет хорошо Решено Светочка Ага А Милославский? Милославский? Не вариант Ты о чем? Я по мужчинам вообще не очень Вот видишь, как меня зациклило Заклинило Ладно Ты ходить будешь? Так, кстати Пойду я, пожалуй Пока Ну что, Наташа Поговорила с Нютой? Нет Как нет? Ну вот так Мы Нюте ничего говорить не будем Здрасте Пап, мы группа И друг за другом В агонии в воду Ну это все прекрасно Но Мы Нюту подтянем Она лучше Лерке будет играть Вот это Другой разговор И у Романовского Не останется никаких сомнений Вот это подход Слушай, дочка Это действительно мудрое решение Когда мне Самому в голову-то не пришло Молодцы Так держать Как наша идея Ну вы настоящие друзья Наташа Ты своих девчонок держись Такие не подведут Надежда, слышь Ты сейчас с этим парнем дружишь С Леркойным бывшим? Со Стасом Лерка, ты не промах была? Такого парня себе отхватила В смысле? С тех пор, как племянница в Лондон укатила Стас просто нарасхват За ним фотомодель ухлёстывает А ты откуда знаешь? Твоя мать Все знает Приходила сегодня одна Лапшу мне на уши вешала Во, как за твоего Стаса бьются А ты чего? А ничего Красивая эта девка фотомодель А моя доча нос ей утерла У москвички парня отбила О, молодец Ты просто так зашел? Нет Не просто так Мне надо С тобой всю жизнь поговорить Многообещающее начало Ну, говори Помнишь? Ты спрашивала, что со мной не так Помню Ну Так вот я соврал На самом деле все Все из-за Нюты Она мне Очень нравится Да Да Почему ты молчишь? А что говорить? Подожди То есть То есть ты знала об этом? Нет Не знала Ну а почему ты так спокойно реагируешь? Потому что я думаю Что так будет лучше Для меня И для тебя Правда? Правда Ну Тогда я пойду Иди Я пойду Я пойду Субтитры создавал DimaTorzok